Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 не было аптечки жалко жалко сейчас подожди падет через плево неплохо вот совсем неплохо робот живи то что еще то вы прикалываетесь и выстрел у тебя же пушки еще нет такой да есть есть тоже там перекидывала на пьем у нас есть что-то путаю и на время давали да не не опять начинается хотят чтоб новенько хотя понятно чего у нас там робота жив вообще вообще он должен быть тут уже любили встанем а а а а а а а Продолжение следует... С трастикой. Какой-то склад. А, я понял, зачем мы тут. Ну, робот, похоже, да. Успел, успел. Хе-хе-хе. Занято. Ух ты, ух ты, ух ты. Да, что такое? Ну, ты ж какой гад. Так, это я обратно пошел. Ух ты. Ну да. А че это он не помер? Он с одного не помирает. Он с двух помирает. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Ух ты. То есть он даже с ракетниц только с трех помирает? Эту стулку, конечно, мощно. Где бы теперь полечиться только? Боюсь, что уже тут негде. Ладно, пошли дальше. Это мы сколько прошли уже сейчас? Это либо третий, либо четвертый уровень, я не помню. Около половинки, да? Ну, наверное. Я не знаю, если я ничего не путаю. Да. Да не поднимайтесь, не утруждайтесь. Тоже встанешь? О, покинуть. Что такое? Что такое? Всегда вот так подошел, тут код написан. Так, а теперь вопрос. Что у нас там по заданию? Найдите ученого в зоне изучения телепорта. А, понятно. Добро пожаловать в лабораторный тендер Эксис, где будущее настало уже сегодня. Ну, здравствуйте. Ну, здравствуйте. Я боюсь, я туда запрыгну потом. Не выпрыгну. Броня, броня мне не нужна. Да и это не надо. А, ты где? Говорит Назер Адил, начальник охраны лабораторного центра Эксис, запись от 21 марта 45 года. Мы наблюдаем за постепенно нарастающими беспорядками и необъяснимыми приступами насилия среди персонала Эксис. Первый случай произошел 13 октября 2145 года в служебном тоннеле центра Эксис. Один из рабочих строителей по имени Билл Сандерс отгружал металлоконструкции, в то время как заведующему пришлось его остановить. Во время бурной ссоры Сандерс схватил инструмент, который лежал рядом, и бросил прямо в заведующего. Когда Сандерс пытался напасть на заведующего, ему невероятно повезло, что рядом оказалась толпа людей, которая усмирила его. Когда же мы спросили Сандерса, что произошло, казалось, у него случилась временная потеря памяти. Он... он не мог вспомнить, почему разозлился и напал на заведующего. Он помнил только, как остановил погрузчик и позже очнулся в обезьяннике. С тех пор мы стали замечать, как бурные ссоры между сотрудниками плавно перерастали в бесчинство. Противная сторона в этом случае вела себя так, будто они были внезапно одержимы жестокостью и гневом, но затем они успокаивались. Беспокоиться нас заставляет случай, связанный с неоднократными нарушениями дисциплины со стороны инженера Леона Паула. Боюсь, это не самое главное из наших проблем. Я запросил расставить на важных позициях дополнительную охрану. В случае, если потребуется оказать медицинскую помощь, я присвоил шкафчику номер 965, пароль 428. 428. В самом конце главной записи сказал. Назер Агл. Личная запись от 21 ноября 2145 года. Буквально только что я получил сообщение от Центрального управления о том, что представитель от УЭК, канцлер Элиот Свод, прибудет с Земли через несколько дней. Согласно уведомлению, будет проводиться осмотр всех участков города Марс, в том числе и лаборатории ЭКСИС. Не уверен, что это хорошая идея, учитывая недавние происшествия. Жестокие нападки как будто распространились по лабораториям ЭКСИС, тем самым заставив гармоничное общество ненавидеть друг друга. Вдобавок пропажа вооружения, ведь шкафчики на КПП были набиты битком два дня назад, а сейчас половины вооружения в наличии нет. Не знаю, как до этого дошло, но мои подчиненные клянутся, что допуск к шкафчикам есть только у четырех человек. Я проверил своих людей и остальной персональ, но все равно не пойму, у кого еще могли быть коды доступа. В итоге ситуация плачевная и ухудшается с каждым днем. Мой недавний запрос на усиление охраны лаборатории ЭКСИС отклонили. Что-то странное происходит в остальных участках города Марс, а остатки запасов все еще расхищаются. Я хочу быть уверен в том, что преданные мне солдаты справятся с ситуацией. Я переговорю с центром и позабочусь о том, чтобы канцлер СВОН проверил ЭКСИС. Желательно избегать помещатель среди рабочего персонала, тем более потерь среди руководящего состава. Мое положение усугубляется тем, что я всячески пытаюсь не допустить того, что персонал поубивал друг друга. Сержант Назер Агр, отбой. Мне больше всего истоки понравилось. А вообще он периодически забывал, что ему надо акцент делать. Да, да, да. 4, 2, 8. Мощно. Обработный центр Эксит покажет, как должно выглядеть. Долго-залго. Пошел. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Даже не понял. А этому как? осталось странно ошибка 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 ладно очень-то и хотелось начинается где нафиг что-то булькает где-то какой-то приборчик чирикает по-моему я всех убил в 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 Так, стоять. Здоровье есть. А, ну ладно. И что? Здравствуйте. Слава Богу, ты добрался. Я уж думал, ты не сможешь пробраться мимо всех этих существ. Слушай, у нас мало времени. Эти твари расползаются по всему центру. И если мы не будем действовать, нам конец. Я понимаю, у тебя куча вопросов, но сейчас я не могу на них ответить. Я только знаю, что нам необходимо запустить телепорт в следующем отсеке. Для этого найди плазменный индуктор от стабилизатора. Один должен быть в молекулярном инженерном отделении. Затем пройди по служебному тоннелю. У тебя получится. Я открою дверь. Вот. Я помогу тебе с доступом, а теперь, прошу, найди индуктор и возвращайся. У нас очень мало времени. Сложно как-то все это. Звучит. Ну, будем поступательно. Возвращательно? Нет. Как получится. Ну ладно. Ох ты. Ой. Прикинь, если они ломались. Ну, да ладно. Ну ладно. если вы будете скажу в таком же темпе появляться хотел сказать все будет хорошо хорошо будет если мазать не будешь а если отбил а если они будут уворачиваться то будет все не так хорошо внезапно прикалываетесь лови его снаряды и все прям за бочку самое лучшее укрытые лови его снаряды какие его снаряды ловить ты видел сколько там снарядов летит который очередями стреляет а три ракетницы ему хватает у него зим что этот момент уязвимый зон просто много надо и насытный какой нет а вот говорит дмитрий лебедев заведующий по снабжению в лабораторном центре экзис запись от 6 октября 21 45 сегодня земли привела поставка специальных космических скафандров серии к 7 они покрыты тройным титановым сплавом класса 5 с дополнительным запасом воздуха для прогулок на поверхности марса этих новых костюмах можно находиться дольше за последние два месяца мы были свидетелями числа не объяснимых случаев разгерметизации с летальным исходом как случае с майком стэнли у которого разгерметизация случилась в результате взрыва и утечки жидкости внутри костюма если бы на его костюме не было имени это его можно было бы опознать каждом отдельном случае прорывы образовывались из-за давления внутри костюма они извне убежден что после всех происшествий эти костюмы были тщательно проверены просканированы и неисправности отсутствуют согласно регламенту век эти костюмы до происшествий были надежно закрыты и хранились надлежащим образом избежание нарушения правил эксплуатации я также распорядился чтобы техники проверили костюмы перед отправкой кого-либо на поверхность марса надеюсь новые костюмы оправдают ожидания за каждый неисправный костюм мне придется отчитываться бумажным виде вместе с костюмами мы получили дополнительное медицинское обеспечение и разместили в шкафчике номер 071 с кодом доступа 532 дмитрий лебедев конец сообщений 532 там говоришь хорошо а а а а а а а а а ломали коробки да не палец меня дрогнул там но я просто подошел и начал нажимать заранее вот и досталось аптечки а придумывали там а 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 кто там еще то есть тут меня откроет мы тут были или нет похожая территория по крайней мере